МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То есть, товарищи, сегодня мы с вами заслушаем лекцию кандидата экономических наук Виктор Ивановича Гавко на тему экономика России в мировой империалистической системе. Добрый вечер, уважаемые товарищи. Мы сегодня постараемся рассмотреть два вопроса. Первый вопрос, связанный с тем, ну, совсем еще недавно, в рамках исторического развития, скажем, четверть века для истории, это совсем ерунда, Россия, ну, тогда еще границ СССР, была составной частью социалистического лагеря, в общем, самой крупнейшей страной. То есть, сейчас она является составной частью и членом противоположного лагеря, а именно империалистической системы. И первый вопрос, который нам нужно рассмотреть, это в каком статусе, в какой месте она оказалась, в какую роль выполняет. И второе, первая часть, она, конечно, интересная, с точки зрения теоретической, познавательной, но все-таки мы должны смотреть и идти, так сказать, дальше, и, так сказать, смотреть с точки зрения интересов рабочего класса, куда идет развитие России. А интересы, они очень простые. Это переход к новому обществу и строительству социализма. Поэтому мы должны будем вторую, так сказать, вопрос постараться рассмотреть и решить, какое развитие капиталистической России будет способствовать более легкому переходу, чтобы он был более осуществим, с меньшими жертвами, быстрее по времени. Вот два вопроса. Итак, первая часть. Начнем с определений. Вот что такое империализм, или что такое империалистические страны. Значит, империализм, есть, так сказать, его короткое определение. По своей экономической сущности есть монополистический капитализм. Это вот краткое определение дал Ленин в своей классической работе империализм как высшая стадия капитализма. Ну, всякие короткие определения, они, конечно, имеют плюсы, имеют минусы. Ну, вот Ленин на это обращает внимание и, так сказать, дальше, так сказать, расшифровывает, что, так сказать, надо более, так сказать, расшифровать, так сказать, и более подробно сказать, что такое империализм или монополистический капитализм. И здесь мы должны вспомнить, что, так сказать, и в природе, и в обществе, все, что есть, оно проходит в свои этапы развития, зарождается, развивается и затем приходит. То же самое и капитализм. То есть первоначальная ступень капитализма, так называемый капитализм свободной конкуренции. Образно или популярно сказать, когда существует много капиталистов в разных отраслях, они между собой конкурируют, более сильный, более передовой побивает, более слабого. Таким образом идет развитие. Так вот, на определенной этапе развития капитализм свободной конкуренции переходит в свою монополистическую стадию. И основой являются процессы концентрации и централизации производства, которые приводят к образованию промышленных монополий. Это первый признак империализма. Второй. Такие же процессы идут среди банков. Что приводит к образованию банковских монополий. Третье. Банковские монополии сращиваются или сливаются с промышленными монополиями. Таким образом образуется финансовый капитал и финансовая олигархия. Это третий признак империализма. Четвертый. Вывоз капитала приобретает решающее значение по сравнению к вывозу товаров. И пятое. Концентрация производства, обобществление его доходит до таких размеров, что образуются союзы монополистов, которые делят мир экономически и территориально. Вот пять признаков империализма, которые обосновал, раскрыл Ленин в своей работе империализм как высшая стадия капитализма. Какое время капитализм перерос или перешел в свою монополистическую стадию? Известно это на рубеже 19 и 20 веков. То есть более чем 100 лет назад произошел этот процесс. И с тех пор мир капитала находится в этой стадии. И никакой другой стадии сейчас нет. Другой вопрос, который вытекает из этого, что роль стран, скажем, если в лагере социализма у нас 4-5 стран, а всего их более 200, то есть основная часть государств сейчас как бы встроены в мировую империалистическую экономику, в мировую империалистическую систему, роль этих стран совершенно различна. Есть небольшая группка, скажем, я их называю собственные империалистические страны, или можно в образе назвать империалистические разбойники, которые господствуют, угнетают весь остальной мир. И вот большая часть других государств, которые находятся под эксплуатацией, эксплуатируются, угнетаются, и ограбляются вот этой небольшой горской империалистических разбойников. Вот такое деление стран. Следующий вопрос, который вытекает, скажем, из предыдущего. Вообще, это навсегда данные, раз и навсегда данные, деление стран. Такие-то страны являются империалистические, в собственном понимании, а этим, так сказать, другим отведен у дел, быть, скажем так, в зависимости от первых стран. Нет. В условиях капитализма действует закон неравномерности экономического и политического развития. Ну, впервые об этом законе Ленин, скажем, писал в работе о лозунге Соединенных Штатов Европы. В соответствии с этим, так сказать, законом, какие-то страны теряют свое влияние, какие-то приходят на их место. В основе лежит постоянная конкурентная борьба, которая в условиях капитализма, хоть это капитализм свободной конкуренции, монополистический капитализм никуда, не исчезает, не девается, она просто меняет свои формы. Если мы посмотрим на историю, скажем, в конце 19 века, Германия отнюдь не была империалистической страной, или те же Соединенные Штаты Америки. А в ходе, скажем, после Первой мировой войны, или, скажем, даже перед Первой мировой войной, ситуация резко поменялась. Образовалось два блока. С одной стороны Германия со своими союзниками, с другой стороны стран Антанты. Франция, Германия, Россия. Ну, а после Второй мировой войны ситуация, скажем, еще несколько модифицировалась. Есть небольшая группа империалистических стран, где, скажем, основным лидером являются Соединенные Штаты Америки. Вот, скажем так, в общих чертах то развитие, которое претерпевает, или, скажем, которым следует, скажем, страны капитала, капиталистическая система, и в котором, скажем, ситуации, в том положении находится мир капитала. Значит, что с Россией? Значит, Россия была, повторяю, 25 четверть века назад в лагере социализма, сейчас в ходе реставрации капитализма в нашей стране оказалась, естественно, в капиталистическом лагере. Значит, в каком статусе? Является ли она империалистической страной или не империалистической? Я думаю, поступить нам нужно очень просто. Вот есть признаки или критерии империализма, обоснованные Лениным, сказать, в своей работе. Империализм как высшая стадия капитализма. Давайте по порядку начнем смотреть, сказать, если Россия соответствует этим критериям, этим признакам, то вывод будет очевиден. Империалистическая страна. Если они не присутствуют у нас, то, соответственно, такой вывод сделать нельзя. Поэтому давайте пойдем по порядку. Итак, первый признак – это концентрация, централизация производства и образование промышленных монополий. Здесь я должен сделать еще одно замечание, что в России капитализм образовался не так, как в Англии, Германии, в тех же Соединенных Штатах Америки. Там капитализм вышел из недр феодального общества. Наш нынешний капитализм российский образовался как отрицание социализма. А социалистическое производство, это все мы хорошо знаем, это крупное обобщественное производство. Так вот, что мы наблюдаем на протяжении этих 25 лет, что, так сказать, шел процесс, и он до сих пор не окончен, разрушение вот этого крупного обобщественного производства. Здесь можно приводить массу примеров, можно приводить цифры, ну, наиболее, так сказать, яркие. Скажем, вот Кировский завод. Какая там была численность рабочих? Порядка 80 тысяч, если я не ошибаюсь. 40 тысяч. Ну, по-разному сроку-то. И сейчас, наверное, на порядок меньше. В 5 раз меньше, если так. Целые производства у нас исчезли. Например, завод, который выпускал москвичи. Сейчас его не существует. И причем этот процесс активно проходил в 90-е годы, но он продолжается и сейчас, потому что ЗИЛ, он был, так сказать, уничтожен, закрыт, ну, буквально в последние годы. То есть вот этот процесс шел таким путем. Ряд производства, даже, может, целые отрасли, прекращая свое существование. Какие-то производства дробились на мелкие. То есть крупные производства дробились на мелкие. Вот я приведу такой пример, поскольку есть такой город, Великий Новгород. Это областной центр. Например, наш сосед южный 170 километров. Я там довольно часто бываю. Так вот, за пределами Новгорода был химический комбинат, который, так сказать, еще живет. А в самом Новгороде, вот его лицо определяли 8 предприятий, скажем так, передовых, по тем временам советским. Это предприятия радиоэлектронной промышленности. Как проводили, производили телекоммуникационное оборудование и так далее и тому подобное. Что с ними произошло? Ну, несколько полностью прекратили свое существование. Это завод «Волна». Он, кстати, производил, так сказать, систему видеонаблюдения, которые стояли, так сказать, заводчане в то время, гордились на Байконуре. Вот они отслеживали старты ракет. Завод конденсаторов полностью прекратил существование. На их территории сейчас находятся какие-то гаражи, где «Волна», сейчас торгово-развлекательный центр. Часть предприятий были, например, завод «Планета», производственное объединение «Планета», раздроблены на мелкие предприятия. Это что такое мелкое предприятие? Численность их 50 человек. Вот несколько по 50 человек. Осталось жить только, по-моему, два предприятия, или три. Это «Квант», ну и численность рабочих уменьшилась до 250-300 человек. Завод «Старт», который производят конденсаторы, и то они влачили довольно жалкое существование, и сейчас только благодаря военным заказам как-то жизнь еще теплится. И такая ситуация по всей России. Цифра, она известная, что объем промышленного производства на сегодняшний день так и не достиг уровня объема промышленного производства РСФСР 90-го года, составляет порядка 80%. Но ряд отраслей, которые составляют основу промышленного производства, например, станкостроения, они, по-моему, на два порядка уменьшили. То есть, вот это первый процесс. Ну, я посмотрел, готовил к лекции сайт Федеральной службы государственной статистики. Вот они дают интересную статистику, называется «Концентрация производства по основным отраслям промышленности». Ну, деваться некуда, они, так сказать, подтверждают эти данные, скажем. Вот я взял для примера машиностроение и металлообработка. Одна из ключевых отраслей. Ну, за 10 лет, до 2004 года, если брать, скажем, 4 крупнейшие организации, доля уменьшилась до 13%. Ну, если взять 8 организаций, почему-то они такие берут цифры, то доля 8 крупнейших, видимо, заводов составляет 16%. То есть, конечно, этот процесс я бы назвал «Д-концентрацией». Вот это, так сказать, общая картина. С другой стороны, конечно, я бы был неправ, если бы взял только одну сторону. Мы должны понимать, что любое развитие, оно включает две тенденции. То есть, тенденция прогрессивная, тенденция регрессивная. То есть, Россия оказалась в мире капитала. В условиях конкурентной борьбы, мы, так сказать, не только конкуренты экономической и политической, и прочие, включая военные методы. То есть, видимо, какие-то сигналы поступают, что-то, так сказать, в головах меняется, и идут, так сказать, обратные процессы. То есть, жизнь заставляет, вот тогда жизнь в мире, так сказать, капиталом, где только, так сказать, либо ты съешь конкуренты, либо тебя съедят, заставляют предпринимать ответные шаги. И то есть, мы видим, что в России идет обратная тенденция, связанная с усилением концентрации производства и капитала, и образование монополий. Ну, я могу привести примеры. Ну, во-первых, Газпром, Роснефть, Лукою, там, Норильский Никель. Это предприятие, наверное, вытягивает на промышленные монополии. Ну, какие здесь особенности? Первое – это исключительно сырьевые отрасли. То есть, получается, Россия, российская экономика, занимает следующее место, вот, так сказать, в мировом разделении труда. Роль сырьевого придатка. А я на... Я сейчас скажу об этом. А если вы помните, еще несколько лет назад кто-то там вверху бросил идею. Вот, наше национальное, скажем так, вот, то, что вперед идти, это сделать Россию сверхэнергетической державой. Ну, что значит сверхэнергетической? Ну, совершенно правильно Иван Михайлович сказал. Сверхпредатком сырьевым. Ну, слава богу, видимо, там дошло, пообсуждали и сняли этот лозунг. Ну, в то же время, вот, статистика последних пяти лет говорит о том, что вот эта тенденция обратная, именно от деконцентрации, так сказать, уничтожения крупных производств на мелкие, или вообще уничтожения производств, пошла, как бы, спять. Ну, вот, за последние пять лет. Ну, причем, так сказать, наша статистика удивительная. Здесь они теперь очень все укрупнили. То есть, они все, так сказать, в кучу в обрабатывающие производства включили. Ну, во всяком случае, с 2010 по 2013 год доля, скажем, 8 крупнейших организаций увеличилась на 5 пунктов. До 28,5%. Ну, здесь есть, так сказать, те отрасли, которые были, так сказать, достаточно, имели достаточную концентрацию капитала и, скажем, химическая промышленность. Ничего какая-то. Но, в целом, мы можем судить о тенденции. Значит, конечно, неплохо было бы залезть туда внутрь, посмотреть, но пока такой статистики нет. Потому что объемы производства за эти годы у нас не поднимались. У нас же был кризис 2008-2009 года. И сейчас, в прошлом году, экономика сминусовала. Поэтому можно предположить, что просто какие-то самые слабые предприятия прекратили существование. И оставшиеся, ну, в силу таких вот объективных условий, их доля в части концентрации просто повысилась автоматически. Но, во всяком случае, такая тенденция есть. Вот она противоречила. Но тенденция пока разрушения крупного производства, она продолжается и не остановлена. Так, дальше идем. Банковский монополий. Значит, если брать в целом, то процесс следующий. Значит, в начале 90-х годов общее количество организаций, которые имели название банки, значит, составляло 2,5 тысячи. На сегодня их порядка 800. То есть процесс, вот это, когда в ходе конкурентной борьбы идет концентрация банковской сферы, сфере обращения, он налицо. Здесь следующие моменты. Первый момент. Ведь российская экономика, она, так сказать, не самостоятельно существует как-то, знаете, как бы на Луне сама по себе, она встроена в мировую империалистическую систему. Самая показательная цифра, что активы, все активы всей банковской системы России составляют порядка 1,1 триллиона долларов. Вот последние данные, порядка 83-87 триллионов рублей. Но если поделите на курс, это было на начало года, на 75 рублей, вы выйдете на эту цифру. Триллион и 100 миллиардов долларов. Любой крупнейший западный банк, он имеет активы больше. То есть вся наша банковская система по отношению вот этим кваротилам, или, скажем, гигантам банковским монополиям западноевропейским и американским, ну, она, конечно, не идет ни в какое сравнение. И это первое. Второе. По своему содержанию. Напомню, сказать, определение, что такое банки. Банки – это такие организации, которые аккумулируют или собирают временно свободные денежные средства, и капиталисты, и население, и предоставляют кредиты. Ну, на Западе мы знаем. Кредиты, скажем, взять кредит в порядке 6-7-8 процентов. И это связано с политикой тамошних государств, с экономической, то есть с государственной монополистической регулированной экономики, которая способствует тому, чтобы вот эти банковские организации выполняли свою функцию, поддерживали производство. И что у нас? Ну, у нас идут, скажем, споры по этой, скажем, какая ставка, являются они ростатистическими конторами или нет. Ну, вот я должен сказать, что мы ориентируемся на учетную ставку или ключевую ставку Центрального банка. Ну, на самом-то деле, банк, так сказать, основной ресурс банков – это средства, которые они привлекают от капиталистов, действующих функционирующих, и населения. Так вот, данные следующие. Я вам приведу сейчас эти цифры. Значит, остатки. Данные на 1 января 2016 года. Оставки на счетах юридических лиц, текущих счетах – 8,8 триллиона рублей. Аналогичные остатки на счетах физических лиц – 3,8. То есть здесь получается 12 с лишним триллионов рублей. Это бесплатные деньги или под символическую ставку. Средняя ставка размещения. Вот я взял две, снял, так сказать, две статистики. Среднерывночные значения полной стоимости потребительских кредитов. Получается у нас минимальный 17 с хвостиком, максимальный 36. Определьное значение 48. По юридическим лицам это меньше. Здесь порядка от 14 до 25 процентов. Конечно, по отношению к их конкурентам основным, это однозначно. Вот эти ставки не способствуют развитию российской экономики. Дальше. Третий момент. Если посмотреть, то есть вообще образование финансового капитала, оно каким путем идет? Когда банковские монополии сливаются или сращиваются с промышленными монополиями. Вот содержание финансового капитала и финансовой олигархии. Ну, а финансовые олигархии – это представители этого финансового капитала. Значит, у нас промышленные монополии, если есть такие, вот сырьевые. Я посмотрел, любой из нас сейчас может зайти на сайт этих крупнейших монополий. Они обязаны давать статистику. И вот что обнаружилось на сайте «Газпрома». Цифра займов. 3 триллиона рублей. Из них 2 трети. Где «Газпром» берет либрал, во всяком случае, в прошлом году кредиты. Пожалуйста, называю эти банки. «Бэнков Америка», «Дойча Банк», «Морган», «Бэнк Королевский», «Банк Шотландии», «Сумитома», «Митсуи Банк», то есть японский. И это крупнейшие банковские западные монополии. Там присутствует Сбербанк наш. Еще несколько банков. Но я не знаю примеров, чтобы, скажем, Сбербанк, это крупнейший российский банк, представлял кредиты каким-то западным промышленным гигантам. То есть у нас идет процесс, когда, если не слияние и сращивание западных банковских монополий с российским промышленным капиталом, то во всяком случае происходит процесс, когда западные монополии банковские берут под контроль российские промышленные монополии, крупнейшие. А цифры следующие в целом по стране. Так, сейчас, секундочку. Ну, вот статистика. На 1 июля 2015 года задолженность российских компаний зарубежным банкам, это крупнейшие, так сказать, монополии, это же не какие-то ООО «Ромашка» берут на Западе, 228 миллиардов долларов, что в рубежном эквиваленте составляет 17 триллионов рублей. Значит, вся задолженность Сибирбанку 10 триллионов. То есть идет процесс, когда западный капитал банковский держит под контролем российские промышленные монополии. Ну, кто брал кредиты, знают хорошо, что банк всю подноготную стребует. Что касается промышленных монополий, от и до. А таким образом через это дело диктуется своя политика. Третий признак – вывоз капитала. Вот Леонид так сформулировал. Решающая роль вывоза капитала. Значит, в эпоху, скажем так, капитализм свободной конкуренции преобладал вывоз товаров. И вот затем, вот те страны, которые стали, собственно, империалистическими, стали вывозить капитал. В чем отличие? Ну, есть точное научное понимание вывоза капитала. Это вывоз стоимости за рубеж с целью получения прибавочной или извлечения прибавочной стоимости. Проще говоря, когда предприятие, капиталист какой-то страны либо покупает в другой стране предприятие, либо за счет, так сказать, своего капитала строит, эксплуатирует, так сказать, рабочих другой страны, получает прибавочную стоимость. Мы имеем вывоз капитала. Ну, вот сравним, что у нас с Россией. Значит, вывоз товаров. Вот я брал средний за пять лет цифры 500 миллиардов долларов. Это в эквиваленте доллару. Это экспорт. Экспорт товаров. Вывоз капитала, прямые инвестиции, да, должен сказать, различают среди вывоза капитала портфельные вложения и прямые инвестиции. Портфельные, когда вы взяли какую-то незначительную долю, и никакого, так сказать, влияния не имеете. На политику, руководство этого предприятия. А прямые инвестиции дают контроль. Так вот, в среднем за пять лет 28 миллиардов долларов. Ну, сравни, 500 миллиардов и 28. Как-то вот не вяжется, так сказать, говорит о том, что сейчас вот в России решающее значение преобладает, и, так сказать, имеет вывоз капитала. Более того, мы об этом уже неоднократно говорили. Вроде, скажем так, здесь все известно. В России даже не просто вывоз капитала идет, а есть, имеет место вывод капитала. Это когда российские капиталисты выводят за рубеж, их так можно назвать, в офшорные зоны, в центре сосредоточения, свою прибыль от предприятий, полученных на территории России. Причем в эти деньги вывод капитала включается не только прибыль, прибавочная стоимость, включается часть амортизационных отчислений, из-за чего у нас здесь, как говорится, станки стареют, вообще разрушается производство, и часть заработной платы, которую недоплачивают рабочим на наших предприятиях. То есть, там никаких предприятий не покупаются. Там эти деньги выводятся, чтобы, не дай бог, они не пропали. Частично они возвращаются назад. На те же предприятия, но уже под процент, это уже получается, как кредиты, полученные из-за рубежа. Частично. Вот такая хитрая петрушка. Это денежные манипуляции. Дальше идем. Экономический территориальный раздел мира. С крупнейшими монополиями и союзами империалистов. Ну, что мы имеем здесь? Вот опять сказать, мы не должны брать какой-то один год, надо брать вот этот период, 25 лет. А Россия все пока теряла. И все продолжает терять. То есть, вот, Прибалтика отошла из сферы влияния России. Среднеазиатские страны во многом. Грузия, Азербайджан. То, что происходит на Украине. Я не беру сейчас, сказать, политическую составляющую. С точки зрения экономики. Капиталистической экономики. Все очень просто. То, что произошло и сейчас происходит. Это западноевропейский и американский капитал монополистический вытеснил и вытесняет российский с этой территории. То есть, пока Россия, скажем так, отступает. Крым. Ну, это, скажем так, слабое утешение. Слабое утешение. То есть, вот, какие происходят процессы. В целом, если подводя итог вот первой части этой проблемы, которую я озвучил в начале лекции, то сейчас мы видим вот такой противоречивый процесс. И, кстати, и до российского руководства, до российского капитала вроде как стало доходить, что в конце концов и Россию могут уничтожить, раздробить, стали чаще огрызаться. Результат – крайнее обострение вот межимпериалистических, внутриимпериалистических, капиталистических противоречий. Поэтому первый вывод, который я бы сделал, вот на сегодняшний день нет у нас экономических оснований утверждать, что Россия является империалистической страной в собственном смысле этого слова. Это первое. Второе. Но процессы концентрации, централизации производства и капитала в России и его обществления все-таки идут. Противоречиво, но идут. Значит, к чему мы придем, это покажет жизнь, конечно. Это первая часть. То есть, куда нас эти события приведут, как говорится, поживем, увидим. Вторая часть. Как нам относиться вообще? К чему идет развитие России с точки зрения, повторяю, интересов рабочего класса? Они очень простые. Интересность заключается в том, чтобы перейти к новому обществу и строительству социализма. Есть такой вывод марксизма. Он очень простой. Единственной материальной базой или материальной предпосылкой социализма является крупное машинное производство. Об этом еще написал Маркс в первом томе капитала в 1867 году. Это очень давно. Вот его, скажем так, завершающем в седьмом параграфе 24 главы первого тома капитала «Историческая тенденция капиталистического накопления». Ленин в своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма» вот развил. Он сказал, что монополистическая стадия капитализма, та ступенька, которая называется государство-монополистический капитализм, это уже высшая, так сказать, ступенька развития капитализма. Это та ступенька, между которой и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет. И вот мы здесь неоднократно обращались к работе Ленина, и даже у нас была лекция о классической работе «Грозящая катастрофа. Как не бороться?» Но я вот посмотрел и другие статьи, и работы Ленина, посвященные данной проблематике, где бы он в той или иной форме поднимал этот вопрос, так вот оказалось, у него красной нитью проходит вот этот вопрос. С той точки зрения, и Ленин однозначно говорит, что рабочему классу не безразлично, в каких условиях будет совершаться вот этот переход к социализму и дальнейшее строительство социализма. Вот даже после, так сказать, социалистической революции эта проблема стала в несколько ином виде. Настолько она остро стала, что Ленин был вынужден даже написать работу о левом ребячестве и мелкобуржуазности. Настолько, так сказать, меня это поразило, с учетом тех вопросов, тех дискуссий, тех споров, которые мы идем в своем круге, что я вот вам хочу сказать. Значит, написана она летом 2018 года. Значит, революция совершилась, установлена диктатура пролетариата, то есть власть советская, проведена национализация решающих средств производства, создан социалистический, коммунистический уклад, вот прямая дорога строительства социализма. И вдруг Ленин заявляет, товарищи, вот нам бы нам государственный капитализм надо построить. Ну, что здесь, есть такие левые коммунисты были, на него накинулись, на Ленина, и вот, так сказать, тех, кто его соратников, обвинив во всех смертных грехах, и в правобольшевистском уклоне, и вообще отказе от цитализма, и прочее, прочее. То есть, настолько в партии вот эта вот ситуация обострилась, что Ленин был вынужден даже написать целую работу о левом ребятисте и мелкобуржуазности. Где вот разъяснил по полочкам, в чем дело? Это после грозящей катастрофы? Ну, конечно. Грозящая катастрофа написана была до революции. Это лето 2018 года. И вот он пишет следующее. Вот я цитирую. Если бы примерно через полгода у нас установился бы государственный капитализм, это было бы я повторяю, это написано в 2018 году. Это было бы громаднейшим успехом и вернейшей гарантией того, что через год у нас окончательно упрочится и непобедимым станет социализм. Вот удивительно, да? Ну, вот оказывается, так. А в чем дело? Ленин приводит, кстати, он цитирует некоторые положения из работы грозящей катастрофы, как с ней бороться, двух стран. Германия и Россия. То есть, Германия и Россия, это империалистические страны были до Первой мировой войны. Вот он пишет, Германия и Россия воплотили в себе материальное осуществление экономических, производственных, общехозяйственных с одной стороны и политических условий социализма с другой стороны. Ну, вот пример. Германия это последнее слово современной организации производства и политическая настройка, которую Ленин назвал юнкерским реакционным военным империализмом. Так вот, поставьте на место вот этого военного юнкерского империалистического государства советское, пролетарское, и вы получите всю сумму условий, которые дает социализм. А в России этого не было. В России, скажем, в промышленности был самый передовой, как по слову Ленин, государственный монополистический капитализм. Но в остальной части девять десятых была, вот, вот мелкобуржуазная стихия. Мелкобуржуазная стихия и вот та линия, которая началась сразу после победы революции, то есть установление политического господства рабочего класса, национализации, она столкнулась вот с этим делом, что Россия не была достаточно, скажем, готова с точки зрения того, что господство мелкобуржуазной стихии. И даже в тех условиях так называемая красногвардейская атака на капитал, вот она, вот, не прошла. В Германии она бы прошла сразу, а в России понадобились вот переходные ступеньки. Вот поэтому Ленин был вынужден писать, что даже государственный капитализм это было бы, сказать, более, лучше, чем там, стихия, которая у нас есть. Поэтому, возвращаясь к сегодняшней, вот сейчас у нас постоянно оттуда лозунги идут. Это поддержка мелкого бизнеса. Что такое мелкое буржуазие? Это так называемые самозанятые. Давайте вот разрушим производство крупное на мелкие, все будет хорошо. С точки зрения тех задач, которые решает рабочий класс, мы стараемся им помогать. Это что будет означать? Это будет означать, что переход будет гораздо тяжелее, гораздо сложнее. Поэтому, подытоживая, я бы сказал, что рабочему классу, конечно, не безразлично, то есть, в каких условиях и в какими жертвами будет осуществлен этот переход. Поэтому, здесь очень просто, мне кажется, мы должны относиться. Если предпринимаются какие-то действия, в результате которых создаются крупные производства, то тем самым, тем самым, вот эта вода льется на мельницу делу рабочего класса. Если обратные действия действуют, это утяжеляет, утягощает, удлиняет эту борьбу. При этом, мы должны видеть и вторую сторону, чтобы меня не обвинили, я апеллирую к Владимиру Ильичу Ленину, что, скажем, образование монополии, оно ведет к усилению эксплуатации рабочего класса. Что такое монополия? Ведь она же получает не просто прибыль, а получает монопольную прибыль. За счет дополнительной эксплуатации рабочих на своих предприятиях, за счет того, что она отнимает у той же мелкой буржуазии не монополистического сектора, отнимает у рабочих и утрудящихся угнетенных стран, но при этом, при этом, общая тенденция вот остается такой. На этом я бы хотел закончить. Спасибо за внимание. Спасибо, Витальевич, большое. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, Сергей Ильич. Вы признаете, что в царской России сто лет назад будут переорваться? Конечно. Вы правильно вас понимаете, что сейчас еще... Только не так. Значит, я вот приведу тот вывод в отношении России, который сделал Ленин. А именно, что в России вот такой симбиоз получился. это самый передовой государственный монополистический капитализм и самый отсталый еще с феодальными пережитками сельское хозяйство. Вот так точнее сказать. Задам вопрос по-другому. В России были, в царской России, пять признаков, которые вы перечислили, они присутствовали? Присутствовали. Присутствовали. Правильно ли я вас понимаю, что в современное время вот сейчас в современной России эти пять признаков они не присутствуют? Правильно ли я понимаю, что современная Россия уступает царской России по степени монополизации в промышленном месте, по степени концентрации банковского капитала, по вывозу, по объемам капитала? Нет, не так. Нет, не так. Значит, мы не должны сравнивать и не имеем в принципе возможности сравнивать, потому что империализм был в начале прошлого века, вот в определенных условиях. Сейчас империализм, он продвинулся на сто с лишним лет вперед. И мы сейчас, Россия оказалась вот в этом империализме. Ну как можно сравнивать с тем? После социализма. После единой фабрики. В принципе невозможно сравнивать. Единая фабрика была. Гигантское предприятие. Ну вот нельзя сказать, скажем так, что Россия двигается в домонополистический капитализм. Это неправильно. Россия сейчас является зависимой страной. Я вас прошу про степень монополизации. Вы не ответили. Сказали нельзя сравнивать. Почему? Возьмите... Промышленности, да. Промышленности... Банковский капитал. Как вы говорите, нельзя сравнивать. Почему нельзя сравнивать? Разные масштабы камеры. Мирилов, что? Мирилов, что? Это ваша ответка. Мирилов, что? Ну хорошо, я постараюсь так стать. Значит, в сфере промышленности России, царской России, там был государственный монополистический капитализм. То есть монополизация была в ходе Первой мировой войны доведена уже до степени государственного монополистического капитализма. То есть существовали синдикаты, государственной пруду или прочее. Сейчас такого нет. То есть можно в известной степени сказать, что степень монополизации была выше. Но в известной степени, потому что уровень 100-летней разы, он другой совсем. В целом капитализм более обобщислен сейчас, чем тогда в целом. Понятно, да? Или нет? Нет. Понятно, что нельзя сравнивать. Вопрос. Так, еще вопросы? Нет, вопрос. Такое. Вот если процентная ставка будет ноль, будет ли развитие в России? Ну, если смотреть... Ставка рефинансирована? Вы имеете в виду ставка какая? Ну, наверное, рефинансирование или ключевая ставка Центрального банка, да? Значит, такая политика должна сыграть руль стимула развития капитализма в России. То есть сколько будет процентов реальных кредитов? Ну, как на Западе. Если сейчас на Западе ставка ноль, ноль, пять процентов, кредиты, скажем, пять, шесть, семь процентов, то вот такие кредиты будут. Это для предприятий. Ну, не сейчас, как от 14 до 20. Ну, для потребительского сектора вообще там на порядок снест. Я вам цифры приводил. Вот вы употребили мировая эмпирачическая система. Слово «система» не употреблялось до второй половины 20-го века, когда образовались системы капиталистическая и социалистическая, когда свои иерархии, и они, так сказать, противостояли. Вот все-таки почему вы употребили сейчас слово «система»? Ну, для сравнения, все страны сейчас разделились на два лагеря. Можно так сказать. Есть капиталистические страны, есть социалистические. Мы их знаем. И эти капиталистические страны, они находятся, ну, как сказать, они встроены. Мировой империализм. Вот так сказать. То есть я могу слово «система» не употреблять. Но система – это хорошее слово. Система существует, вы считаете? Да, существует. Вопрос, куда она движется, это я пока оставляю в стороне. Вот, ну, сказал, вот Вьетнам, он опирается, как сказать, сейчас сближается США в своих притензиях к Китаю. Ну, не притензиях, а с городом Китаем. Значит, Китайская народная республика, Корея, Вьетнам, Куба, я бы отнесся к социалистическим странам. Вопрос, что они же тоже не являются… Ну, конечно, системой. Иерархия какая-то, там союзная. Общественность, собственность, нет, это второй вопрос. Куда движутся эти страны? В известной степени можно сказать. Другое дело, что движутся ли они к развитию социализма, перехода в коммунизм, либо они находятся в переходном периоде в экономике и движутся назад. Я бы оставил вопрос. А можно ведь совокупность этих стран назвать системой? Условно степени можно. Да. Извиняюсь. Можно ли назвать Саудовскую Аравию или Турцию как страну, где образуется монотаристический капитализм? Вот насчет Саудовской Аравии нет. И насчет Турции, хотя это крупнокапиталистическая страна. Все-таки это те страны, где господствующую роль, наверное, играет американская прессия, западноевропейский капитал экономики. Ну, у нас заводы металлургические страны, еще-чет такая крупная. А Иран там еще крупная страна. Нет, это капиталистическая страна. Просто Казахстан. Да. Которая находится в острой конкурентной борьбе не только экономической, но и политической, наверное, и военной с империалистическими странами. А там империалистическая страна, а не там только один свободной конкуренции? Нет. еще раз давайте уточним. Значит, у нас все страны капитала встроены в империалистическую систему. Нет у нас сейчас капитализма, свободной конкуренции. Только места их разное. Есть собственные империалистические страны, но можем их назвать. Соединенные Штаты Америки, это безусловно, наверное, Великобритания, Германия, Франция. Вот это точно можно назвать. Все остальные страны в известной степени зависимы от этих стран. Вот это первое. Второе. В ходе этой борьбы место же не постоянно, оно может меняться. Какое место займет страны? Вырвется ли Иран, или Турция станет империалистической страной? Жизнь покажет. Покажет. А как Вы оцениваете зависимые империалистические государства, Турция и другие, в том числе Российская Федерация, как Вы оцениваете ближайшую перспективу Российской Федерации? Она станет сильнее Турции и Бразилии? Или она скатится еще ниже? По формальным признакам, по объему промышленной производства, ВВП, мы находимся, сниживаясь, на пятом месте. То есть, мы еще в тех странах... мы движемся, уменьшаем, слабее становимся или сильнее? А последний год это у нас минус. Ну, погоду, конечно, нельзя брать. Вот если брать десятилетия, там в целом положительная тенденция. С исключением двух лет кризисных и объем промышленного производства и рост производительства труда наблюдался в нашей стране. С крайними противоречиями идут. Кругом химия. Здоровье теряет человечество. Никто не знает, куда мы движемся. Вот еще я читал, Народная Республика организовала большие фонды, многомиллиардные, ну, по крайней мере, для помощи всяким пострадавшим странам и вообще странам слаборазвитым. То есть, они безвозмездно это будут финансировать. беспроцентно. Ну, не знаю, Совсем безопасно. Ну, не так, что больше десятки миллиардов, но несколько миллиардов долларов подарят. Так, можно считать, что какой-то блок образуется под эгидой КНР, противостоящий, ну, экономически, хотя бы, в результате противостоящий блоку руководимых социалистов? Ну, насчет блока не знаю. Однозначно, значит, Китай является социалистической страной. По размеру, по мощи экономической, это вторая, некоторые, цифры говорят, что уже стала первой по отношению к Соединенным Штатам Америки. А Соединенные Штаты Америки это самая главная страна империализма. Поэтому, безусловно, основной, противоречий сейчас между ними. И, понятное дело, что Китай, так сказать, пытается втянуть на свою сторону, привлечь, как-то подвязать многие другие страны, в том числе и такие методы. Так, еще вопросы больше нет. Прямо наступление, пожалуйста. В принципе, лекция была интересная, познавательная, были хорошие цифры здесь на обозрение приведены. Тем не менее, с основными выводами я категорически не согласен. Во-первых, идет, на мой вопрос, сравнить нынешнюю Россию с царской, когда нельзя сравнивать. При этом идет сравнение с Советским Союзом. Но ведь Советский Союз – это социалистическая система хозяйства, у него социалистическая Россия. Понятно, что при прочих равных условиях организация на других принципах неминемо приведет к падению производства. Мы же говорим, что это следующий шаг в развитии социалистической способ организации хозяйства. Мы вернулись к капиталистической, мы увидели это на практике, к чему это привело. Но в то же время не будем забывать, что Россия, и здесь звучала эта цифра, еще два года назад была пятая экономика мира. То есть по степени концентрации монополий, банковского капитала, вывоза капитала того же, если сравнить с Сашкой Россией, это просто на несколько порядков выше, это мощнее, это еще сильнее, чем было тогда, сто лет назад. Монополия, что такое монополия? Это же не только количество рабочих на каком-то производстве, это средоточение отраслей, разных отраслей, комбинирование отраслей в частных руках, в руках одного человека. Вот возьмем Мордашова, в его руках что находится? Угольные шахты, вот на Воркуте, северная, прогремел взрыв, кому принадлежит? Мордашову, шахта северная, добыча угля. Железные руды, значит, добыча, карельский окатыш, Мордашову. Дальше, Северсталь, на Северстале трудилось в советское время 50 тысяч. Сейчас не выдерживает, такое, сказать, количество работников не нужно, там осталось 20 тысяч. Предположим, я точно не могу сказать около этого. Значит, производство, да, металла, угледобыча, железнодорожная добыча, производство металла, дальше, силовые машины, уже на основе металла делается энергетическое оборудование. То есть, понимаете, целый отрасль, это все в одних руках, это концентрация, это монополия целая, вот объединяющая всех. Мы видим классический пример, у Ленина ведь это все есть расписанное, и мы наблюдаем то же самое здесь. Банковский сектор, если возьмем, что приведены цифры, из двух с половиной тысяч осталось 800. За последний год свыше 100 банков решилось. Идет концентрация банковского капитала, вывоз капитала. А почему не прозвучала цифра, что Российская Федерация вывезла, значит, в Америку 56 триллионов рублей вложила, как банковский капитал, в какие-то ценные бумаги. Вывоз. То есть, они получают прибыль, проценты. Причем проценты очень хорошие, вот за счет девальвации рубля, там, это все увеличилось у них. Они же в долларах вывозили. Они очень большую прибыль получили. Дальше, банки не дают кредиты, значит, промышленникам, потому что высокие проценты устанавливают. Но ведь есть инфляция. Давайте вот ставка рефинансирования была 8,5%, инфляция 12%. То есть, получается, что банки, центральный банк, наоборот, спонсирует, так сказать, деятельность всех остальных звеньев, цепочки, а за счет КАЛОН спонсирует, за счет трудящихся, вот обдирает нас, спонсирует. То есть, картина прямо противоположная. То есть, вам говорили о высоких ставках, а если взять реальные, за вычетом инфляции, реальные деньги, то получится, наоборот, она не спонсирует, центральный банк. Все наоборот, все переворачивается. А вот в Беларуси, я говорил об этом на занятии несколько недель назад, там, наоборот, ставка рефинансирования 25% выше, чем инфляция от 12%. Лукашенко, который, вроде как, поддерживает промышленность, все наоборот, что-то не вяжется тут. Не в этом дело. По вывозу капитала, значит, это не только Российская Федерация вывезла капитал, да, в виде, и разместила там в ценные бумаги 56 триллионов рублей. На силовых машинах вот были переговоры с тем же Мордашовым по заработной плате. Он сказал, вы знаете, если вы будете наставить профсоюзу, то мне будет проще закрыть здесь завод, открыть его в Бразилии, потому что поставщик основной продукции Латинской Америки, и организовать производство там. Поэтому сидите спокойно, молчите. Если будете требовать, то вот я таким образом поступлю. То есть, у них вот эта мысль все время вывести, да, или организовать производство в других странах более выгодных все время присутствует. Просто здесь дешевая рабочая сила выгодна здесь. Если здесь начнется борьба, как в странах Метрополии, имеется в виду в Западной Европе, и в Америке, где стоимость рабочей силы высокая, то выгоднее будет в других странах размещать. То же самое, ничего тут, исключения нет. На внешнем рынке противоречия обостряются. У современного российского империализма это показали примеры в Сирии, например, разве может слабенькая страна производить такое вооружение и, ну, по сути дела, сам Обама признал второй армией в мире, российские современные войска. Это же говорит о потенциале, о мощи, империалистической мощи в том числе. А не будем забывать о территориальных, так сказать, претензиях от тот же Крым, например, это же самое, воссоединили с Россией. Абхазия, Абхазия, которая, так сказать, с помощью в том числе наших войск осталась в юрисдикции Грузии и прочее. То есть, мы видим на внешней арене российский капитал готов бороться и применять оружие и силы. Поэтому все пять признаков здесь налицо. Значит, Россия империалистическая страна и исходить в своей политике, в своих конкретных действиях надо именно из этого. То есть, это экономическая социалистическая революция и никаких других, так сказать, больше не будет тут периодов. Все. Спасибо. Кажется, я случайно эти люди столкнулись, потому что подспудно за ними именно стоит вопрос. Вас не услышат. Надо вы договорить. Нам микрофон, в самой камере. Подспудно за этим стоит вопрос, есть ли в России революционная ситуация. Иначе, почему бы так интересовала империалистическая иностранная или не империалистическая. Частью экономики адеквата называется «Экономика России в империалистическом мире» является социальное положение трудящихся. А Ленин в признаках революционной ситуации указывал обнищение выше прочего, выше нормального народных масс. Я бы вот хотела проиллюстрировать степень обнищения выше обычного народных масс как признак революционной ситуации в России. Если позволите, тогда, можно, я вам покажу от окна кое-что. Про обнищение у вас надолго? Нет. Ну, если 5 минут можно, у них нет, то нельзя. Да, не надо, наверное, обнищение. Тема не та обнищение. Еще есть жирающие выступить? Интересно. Вы выступать будете? Вы выступать будете? Выходите. Вы видите, а вас не слышно. В отношении фундамента, то есть основы вырастания капитализма, вот в США этот Маркс Эндлис указали на гигантскую роль рабства. Но сначала белого, то есть завозили туда с 16 веков, из Германии рабов фактически, из Ирландии, Шотландии и так далее. А потом перешли уже на систематическое грабеж и геноцид негритянского населения Африки. Вот, то есть каждый завоз партии негров на территории США сопровождался гибель их пути в размере в 2-3 раза как минимум больше. Путь начинался где-нибудь в джунглях, в саваннах. Ну и продолжалось это не один век, как известно, и кончилось где-то более-менее работорговля через Атлантику уже в 1880-х годах. В США фактически там в 1965-м году. Ну и в этом различие США от других европейских стран, пожалуй. Что феодализма там почти не было в Соединенных Штатах. Они и возникли как с самого начала страна свободная от феодализма. А арабства там было и по скромным оценкам завезено было негров туда 15 миллионов. Вы можете там миллион или там побольше белых рабов. Красных рабов там было значительно меньше индейцев. Потому что они были более свободолюбивые и значит они все-таки в своей родной стране на своем родном континенте находились. Труднее было поймать. И частично это удавалось. Там несколько сот тысяч индейских рабов этим североамериканским колонистам тоже удалось продать в Вест-Индию. Так еще желающие выступить. Тогда я два слова скажу с позволения. Во-первых мне хотелось поспорить Степан Сергеевич. Степан Сергеевич работодатель всегда что-нибудь говорит. Он имеет право. У нас свобода слова. Я вот сколько не слышал что и мне говорили что ты не нужен никому и если ты будешь ничего такого не будет. Это всем все время так говорят что вы никому не нужны увольняетесь скажешь а можно я один день за свой счет буду в неделю пропускать за свой счет вот я не нужен никому платите мне меньше зарплату и один день неделю буду отдыхать ты и переговор и первое правило на переговорах не надо верить работодателю особенно когда он так что называется на испуг берет и нагоняет пушку но нет никаких сведений четких как он это повезет где он таких специалистов найдет в Бразилии но вы же знаете Типан Сергеевич какие специалисты у вас на АРМЗ тот же Кузнецок которого вы вы где он таких в Бразилии возьмет ну что это ничего не влияет кадры был при АРМЗ завод в ТУС вот вы сейчас разбомбили ну вот там конечно тоже будут проблемы и вообще высшее образование бомбят будут проблемы я думаю он уже это сделал как в Китае ну не знаю в Китае не в Китае значит вестись на это не надо у нас кадры у нас кадры у нас здесь имеется ввиду другое что в России вообще по сию пору целенаправленно уничтожается российская промышленность и империализм как говорит совершенно верно Виктор Иванович надо понимать двояко с одной стороны да капитализма эпохи свободной конкуренции сейчас нигде нет но с другой стороны называть Россию империалистическим хищником значит какая промышленность у нас сейчас есть на своей собственной основе развивающейся вот Берзир Зир мог делать грузовики во всей порноте полностью локализованные и работники его обладали для этого специальными знаниями как сейчас говорят компетенциями сейчас Зира нет на Автовазе еще до недавнего времени ну можно говорить Приора там хорошая машина плохая машина но это в целом была еще российская машина хотя там АБС Бошевская там система зажигания Бошевская но в целом можно сказать почти российская машина вот сейчас Веста но она наверное лучше Приоры да но потеряны сотни десятки по крайней мере тысяч рабочих мест как на самом Автовазе так и среди производителей комплектующих и как сказано в журнале Эксперт вас утеряло и производители комплектующих утеряны утеряно множество как-то компетенций в области производства комплектующих и самих автомобилей то есть это превращение в отверточное производство и подавляющее большинство даже если вот строятся заводы есть сайты там сделано у нас и так далее и там показаны современные линии те же заводы там метроургические но оборудование там все неотечественное а если оборудование где-то и отечественное электроника в нем неотечественная и даже вот для нужд ОПК сейчас возобновляют производство электроники я не открою большой военной тайны если скажу что это зачастую не скажу всегда но зачастую это производство на основе технологий конца 80-х годов это производится но оно делается но оно как-то летает но технологии 80-х годов это были неплохие технологии и то что сейчас там калибры наши летят и так далее это в общем-то ну вот они сделаны сейчас и к сожалению процесс этот пока не остановлен а с точки зрения процессов проходящих в образовании можно сказать что здесь в общем-то заряжена вообще определенная мина по доразвитию российской промышленности как таковой потому что производство инженерных кадров способных производить самую современную технику сейчас никого не интересует вот в политехническом университете скажем на электротехническом факультете ну сейчас это институт энергетики транспортных систем закупили стенд Сименсовский но Сименс не будет поставлять стенд для того чтобы готовить своих конкурентов инженеров которые сделают кому-то продукцию лучше чем ему этот стенд для подготовки техников то есть специалистов способных обслуживать и ремонтировать современную сложную технику к другой стороне там большой полигон у того же технического факультета основанный еще Шателленом в свое время на его месте собираются строить кампус студенческий городок в другом месте там тоже уникальные стенды они крупногабаритные очень там техника высоких напряжений картера электроаппаратов там собираются строить стадион политехнический там для этого вот это такой подход и вот я могу сказать по политеху что качество подготовки студентов сейчас никому не нужно и занимаются этим люди получающие зарплату 15 тысяч рублей в месяц это там кандидаты наук доценты и они ходят как и чему они учат студентов с них никто абсолютно не спрашивает потому что если с них начать спрашивать тут же пойдут вопросы с такие деньги вы что с ними хотите молодежь тарантливая сейчас не идет потому что зарплата молодого ассистента около 8 или может 9 уже сейчас тысяч рублей в месяц конечно это не конкурентоспособно молодежь туда не идет и разваливается высшее образование не будет ничего а нас как представители интересов рабочего краса как коммунистов что должно интересовать нас должно интересовать общественное развитие потому что революция не берется на обнищание мы уже плешитью переели и с примерами конкретными что когда бурлило все в советские сытые времена в 89 в 90 году все помните какое бурление было как пришибли с 1 января 92 года нищетой по голове дали все утихло начало набухать к 93 дали по башке опять опять все притихло начало набухать к 98 опять дали по голове опять притихло начало где-то вот в нулевых годах опять набухать и в том числе забастовки и профсоюза и партии профсоюзные создавались вот этот кризис опять дар и вот мы слышим такие вот сентенции что вот у нас все плохо будете бастовать уведем куда-то там и вы тут никому не нужны рабочий крас как ни один другой крас заинтересован в развитии революция это результат развития это не результат обнищания деградации если у вас цветок вазе сгниет из него ничего не распустится никакой бутон а для революции необходимо развитие и не будет развития не будет революции не будет рабочего краса не будет вообще ума в обществе не будет общество будет деградировать спиваться сидеть на наркотиках и так далее для революции нужен умниче по всему прочему и нужна образованность и этого не будет в загнивающем обществе так что поэтому здесь вот я думаю что спасибо Виктору Ивановичу за роскошную лекцию я думаю то что в России империализм с этим никто не спорит и конечно же мы видим Раду Весту где там и Бошевские и самые разные в ней комплектующие с другой стороны отнести Россию к эпидемиологическим хищникам ну и здесь можно скатиться на позицию как вот иные левые вообще эта лекция она во многом продолжение является той дискуссией которая еще из Болотной началась идет через Украину к Сирии и далее везде как относиться вот к тому что вот и в Сирии там идет война и на Украине идет война здесь вот так сказать если встать на такую позицию что вот надо любой ценой валить кровавый режим Путина то здесь как вот ко мне рассырка какая дурноватая такая приходит и там в том числе такой Сергей Биев сфигурирует вот этому убийцу там пишут что вот твои друзья с Украины из Азоба они вместе с эстонскими фашистами маршируют в это на лекции где-то там вот ты тут что с ними он да ничего страшного враг моего врага мой друг вот Грав ну это вот Путина свалить там с Америкой с кем угодно и после этого пойдем семимильными шагами ну я понял так что все вы уже выступали ну это заключительным словом Виктор Иванович ну поскольку такая оживленная дискуссия была и вопросы и выступления причем диаметрально противоположные говорит о том что тема животрепещущая мы должны двигаться дальше я только скажу два небольших замечания на выступление Испанин Сергеевич мы уже давно спорим по этому вопросу не вчера много лет значит вот не буду в частности говорить какие-то отдельные цифры и так далее есть вот такой методологический подход нельзя Россию тысячами нитей повязанной входящую являющую составной частью империалистической системы выдрать если мы выделим оттуда перережив все эти нити то мы сделаем совершенно выводы несоответствующую действительность и пример вот таких выводов это вот позиция ряда греческих товарищей которые говорят все страны являются империалистическими капиталистическими действительно возьмем самую маленькую страну я даже не буду называть никаких стран полинейз микронезии там всегда найдется капиталист который имеет 100% рынка или близко к этому он что монополь нет поэтому Россия являясь составной частью действительно мировой империалистической системы она в контеже банки клопы по отношению к действительно банковским монополия и второе я думаю аккуратно нам нужно использовать еще подумать говорят о агрессивной политике я только хочу обратить внимание рекомендовать товарищам почитать одну главу из империализма как высшей стадии капитализма где и Ленин критикует и полемизирует с Карлом Каутским который свою политику свое определение империализма давал как политику аннексии других территорий вот если исходить из этой позиции империализм то Россия подходит сейчас вот аннексирует но это извините не марксиен это русскианство у меня все благодарю за внимание спасибо 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 спасибо